Внешняя политика России в первой четверти 18 века. Тема очень простая, поэтому мы пишем синопсис и кое-что я там прокомментирую. Зацикливаться на этой теме мы не будем, она действительно предельно простая. Первая римская. Внешнеполитическое положение России в конце 17 века. Здесь же главные задачи и основные направления внешней политики России в первой четверти 18 века. Здесь в смысле раскрытия темы. Вечный мир в кавычках с Польшей 1686 года. Крымские походы 1687 и 1889 годов. Азовские походы 94 через косую черту 95, потому что поход начался в конце 94 и закончился в начале 95. Азовские походы 94-95 и 96 года. 1600 естественно. Дипломатические аспекты деятельности Великого посольства. Создание Северного Союза. В скобках Россия, Польша, Дания и Саксония. Это члены Северного Союза. Второе римское. Северная война. 1700-1721. Первое арабское здесь. Предпосылки войны. Второе. Первый этап войны. 1700-1708. Здесь же начало военных действий. Поражение под Нарвой. Причины неудачи. Военные реформы. Первые победы. В скобочках у Эрестфера. 1701. Взятие Мариенбурга. 1702. И Ниеншанца. 1703. Основание Санкт-Петербурга. 1703. А столицей он с какого года стал? С 1712. А потом на какое-то время опять перестал. Но это я вам подробнее расскажу потом. А в честь кого назвали Санкт-Петербург-то? В честь Петра Первого? Других версий нет. Конечно. В честь Святого Петра. К Петру Первому не имеет отношения. Это только так функционально. Значит, основание Санкт-Петербурга 1703. Столица с 1712. Распад Северного Союза 1706. Третья арабская. Второй этап войны. 1708-1714. Вторжение шведов в Россию. 1708 год. 33-тысячная армия. Планы сторон. Измена Мазепы. Битва у Лесной. 1708 год. Полтавская битва. 1709 и ее значение. Падение последних мощных укреплений Швеции в Восточной Прибалтике. В скобочках Рига, Пярну, Ревель. Четвертая арабская. Третий этап войны. 1714-1721. Морские сражения. Гангутский бой. 1714-й. Бой у острова Грэнгам. 1720-й. Гибель Карла XII в 1718 году. Мирный договор 1721 года. В скобочках Ништадтский мир. В городе Ништадт. Принятие Петром I. Титула императора. А кто мне напомнит, кто впервые в русской истории начал себя именовать императором? Лжедмитрий I. Пятое. Причины победы России и ее историческое значение. А. Причины двоеточия. Максимальная и жесточайшая мобилизация ресурсов. Создание регулярной армии и флота. Ошибки шведов. Грамотная дипломатия русских. Б. Историческое значение. Двоеточие. Обеспечение выхода к Балтийскому морю. Укрепление позиций России как европейской державы. Введение в хозяйственную и культурную жизнь страны новых земель. Прибалтика. Развитие культурных и экономических связей с Европой. Укрепление власти царя. Третье Римское. Борьба с Османской империей. Здесь Пруцкий поход. Пруцкий это от какого названия? Река такая. Пруцкий поход. Причины и цели Пруцкого похода. Июль 1711 года. Поражение России. Условия мирного договора. В скобках. Возврат Россией Османской империи Азова. Разрушение Таганрога. Пропуск Карла XII в Польшу. Обещание России не вмешиваться в польские дела. Четвертое Римское. Каспийский поход. Здесь торгово-экономические и внешнеполитические причины. Торговля по Волге. Слабость Персии. Попытка России противостоять Османской империи в Закавказье. Ход военных действий. Взятие Дербента 1722. Овладение персидскими городами на Каспийском побережье. 1723. Петербургский мир. 1723. В скобочках. Россия получила все западное и южное побережье Каспия. 1724 год. Тире. Русско-турецкий договор подписанный в Стамбуле. Двоеточие. Признание русских завоеваний на Каспии. В скобочках. Анна Иоанновна вернула их Ирану. Дело в том, что это были абсолютно гнилые земли. Ничего кроме лихорадки и других болезней там не было. То есть зря положили жизни русских солдат за эти земли. И потом Анна Иоанновна их отдала назад. Потому что их никак нельзя было включить в хозяйственный оборот. Мы записали, что признание русских завоеваний на Каспии. В скобках. Анна Иоанновна вернула их. И турецких в Закавказье. Пятая римская. Общая оценка внешней политики России в первой четверти 18 века. Первая арабская. Превращение России в европейскую державу с армией и флотом. Ценой перенапряжения сил народа. И разорение значительных секторов народного хозяйства. Второе. Решение северного вопроса. Северного в кавычках. В скобках. Выход к Балтийскому морю. Третье. Нерешенность польского и турецкого вопросов. Четвертое. Изоляция России во внешней политике к концу правления Петра Первого. Вот эта вот структура нашей темы. Значит, теперь давайте пробежимся по наиболее важным вещам. Потому что, повторяю, подробно читать лекцию по этой теме не имеет смысла. Она очень простая. Значит, в конце 17 века перед Россией объективно стояла задача обеспечения выхода к Черному и Балтийскому морям. Начали с Черного моря. В 1687 и 1889 годах Россия предприняла два неудачных похода на Крым. Это походы под руководством Голицына. Но, как я вам уже говорил, при всей неудачности этих походов, это были первые наступательные походы России против Крыма. Петр продолжил действия на южном направлении. И первый его поход 1695 года окончился неудачей. А поход 1696-го был удачным. Был взят Азов и была построена крепость Таганрог. Начавшаяся война с Османской империей поставила перед Россией вопрос о союзниках. Однако поездка Великого посольства в Европу под формальным главенством Франца Лефорта показала, что Австрия и Венеция не намерены помогать России. И тогда Петр решил добиваться выхода прежде всего к Балтийскому морю, отложив Черное море до лучших дней. Но для того, чтобы решать северный вопрос, нужно было, во-первых, заключить мир с Османской империей и перестать воевать на юге, что и было сделано. Ну и затем нужно было заключить союз против Швеции, поскольку в одиночку Россия с Швецией в начале 18-го века справиться не могла. Был создан Северный Союз в составе Россия, Дания, Польша, то есть Речь Посполитая и Саксония. 19 ноября 1700 года русская армия 35-тысячная начала штурм Нарве. В Нарве было полторы тысячи гарнизона и плюс подошла армия Карла 12-го, 12 тысяч. И вот эта вот 13-ти с половиной тысячная армия очень легко разгромила необученную русскую армию. Русские потеряли 6 тысяч человек, всю артиллерию, было убито много высших офицеров. И посчитав, что Россия уже не оправится от удара, Карл 12-й начал военные действия в Польше, где и увяз. За это время, пока Карл 12-й увяз в Польше, Петр начал создавать регулярную армию, начал строить военные заводы, заложил в Архангельские корабли, которые тащили волоком на Ладожское озеро. Хотя, повторяю, качество этих кораблей было невысокое, качество древесины, потому что ее не вымачивали долго, как это делали, например, голландцы или англичане. Но, с другой стороны, и времени не было на то, чтобы долго это делать. В 1702 году была взята крепость Нотебург или Орешек. После взятия ее назвали Шлиссельбург, то есть ключевой город, город-ключ. В 1703 году был основан Петербург, и там были заложены верфи. На Карл 12-го, однако, все это не произвело никакого впечатления. И только в 1706 году, посадив на польский трон своего ставленника Станислава Лещинского, он обратил внимание на Россию, которая поднималась. Часть шведской армии, которая считалась в то время лучшей в Европе, вообще нужно сказать, что всю вторую половину 17-го века и начало 18-го, до поражения в Северной войне, вот эти 60-70 лет, шведская армия считалась самой сильной, лучшей в Европе со времен Густава Адольфа, то есть со времен 30-летней войны. Значит, часть шведской армии двинулась на Ригу, а другая на Москву. Но поскольку на границе русского государства Карл столкнулся с сопротивлением, он повернул на Украину. И это была стратегическая ошибка, поскольку здесь у него не было ни продовольствия, ни боеприпасов, ни артиллерии. И спасением Карла был, так сказать, подход 12-тысячного корпуса генерала Левенгаупта из Риги. Петр прекрасно понимал, что если Карлу придет помощь, то воевать с ним будет очень трудно. Поэтому главной задачей было не дать им соединиться. И у деревни Лесная 28 сентября 1708 года русские войска разгромили Левенгаупта и захватили весь обоз. Петр назвал битву у Лесной матерью битвы над Полтавой. Наши историки часто довольно забывают сказать об этой битве важную вещь. Битва была выиграна полками Старого строя. Эта битва выиграла не новая Петровская армия, а армия Старого строя. Кстати, так же, как и Гангут. Это была победа русского Гребного флота, а не новых кораблей. Карл XII, не получив помощи, продолжал двигаться вглубь Украины, где на его сторону перешел Гетман Мазепа. И в ноябре 1708 года отряд Меншикова с подвижника Петра взял город Батурин, оплот Мазепы. Попытки Карла выйти на Москву из украинских земель по Муравскому шляхту были отбиты русскими. И тогда шведы в апреле 1709 года решили взять город Полтава, где имелись запасы продовольствия и откуда открывались незащищенные дороги на Москву. Город, однако, выдержал трехмесячную осаду. А 27 июля 1709 года шведы были разбиты под Полтавой. Карл бежал в Османскую империю, и после того, как шведы потеряли сухопутную армию, война переместилась на Балтийское море, приняла морской характер. В 1710 году Османская империя объявила войну России. Войска Петра I двинулись к реке Прут, и Петр здесь совершил те же стратегические ошибки, которые Карл XII совершил в своем походе на Россию. Дело в том, что у Петра не хватало боеприпасов, армия была небольшая, 40-тысячная, и он очень удалился от стратегических баз. В результате армию Петра окружила 130-тысячная Османская армия, и, в общем-то, положение русских было аховое, нужно было заключать мир. Но в такой ситуации мир было заключать очень трудно, потому что ясно было совершенно, что турецкая армия может элементарно разгромить эту 40-тысячную армию. В ход пошло дипломатическое искусство Шафирова и драгоценности Екатерины I, которые просто практически все свои драгоценности, которые были с ней и на ней, они пошли для того, чтобы подкупить турецкого военачальника. Был заключен мир, невыгодный для России, но армии удалось вырваться из окружения благодаря этому миру. Османского военачальника по возвращении в Стамбул казнили, ему отрубили голову за заключение этого мира, поскольку мир был невыгоден. Можно было, турки могли просто разгромить, помножить на ноль русскую армию, но жадность османского военачальника перевесила. Более успешными были действия на Балтийском море. В мае 1714 года в сражении у мыса Гангут грибной русский флот нанес поражение шведскому. Затем в 1720 году шведский флот потерпел поражение у острова Грэнгам. Но вот в промежутке между двумя этими морскими сражениями Карл XII погиб. Война стала постепенно заканчиваться. В 1721 году в городе Ништад Россия и Швеция заключили мир. Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингрию с Петербургом и получила широкий выход в Балтийское море. То есть Балтийская проблема была решена. В 1722 году Петр начал движение в южном направлении, но уже не в сторону Турции, а в сторону Персии, которая была слабой державой тогда. В 1723 году были захвачены город Баку и южное побережье Каспия. И в 1723 году персидский шах признал эти земли за Россией. Воспользовавшись ослаблением Персии, турки вторглись в Закавказье. И у России не было сил воевать. И в 1724 году державы эти две признали. Турки признали, что южный Каспий остается за Россией, никому не нужный. Каспий, который потом Анна Иоанновна отдаст назад. Ну а Россия признала, попробовала бы не признать, соотношение сил было не в ее пользу, турецкие завоевания в Закавказье. Внешняя политика Петра, подводя итог этой темы, была успешной в северо-западном направлении. Но не решила двух других важных вопросов. Отношение с Польшей и выход к Черному морю. Что еще хуже, Россия к концу правления Петра оказалась в полной дипломатической изоляции в Европе. У нее не было союзников, а проблем хватало. Как решился этот вопрос, мы посмотрим в лекции о внешней политике России во второй четверти 18 века.